Новостройка под снос. Именно такая ситуация назревает на территории историко-археологического комплекса Засопочная под Читой. Там на поток поставлена продажа земельных участков под индивидуальное строительство. Собственники земли построили свои дома, а теперь могут остаться ни с чем. С подробностями Елена Хзанян. От берега Ингады и до склона Сопки в 17-18 веках располагалось здесь одно из первых поселений под названием Засопочная. В 70-х годах прошлого века здесь проходили археологические раскопки. И было принято решение о признании этого места памятником археологии. Объект археологического наследия – собственность федеральная. А вот землей может владеть любой. Правда, с условием. Копать и строить здесь нельзя. А вот под сельхоз нужды – пожалуйста. До 90-х годов прошлого столетия этими землями владел совхоз Кенонский. В годы приватизации участки были розданы по паям работникам предприятия. Прошли годы. Землю у пайщиков скупили и стали продавать. Среди тех, кто приобрел – Александр Гнитин. В агентстве недвижимости «Горизонт» Александра заверили – землю купите, дома отстроите, проблем никаких. И никто при этом не предупреждал, утверждает Александр, что правовой статус участка позволяет заниматься на нем только огородом. Дом уже стоит, а вот проблемы только начинаются. Эта застройка является самовольной, незаконной. И в настоящее время администрации Чечнинского района будут приняты меры по устранению имеющихся нарушений законодательства вплоть до обращения в суд по сносу самовольных постройок. Александр Гнитин недоумевает. Как же так? Ведь он же хозяин земли. У меня земля в собственности, а что на ней делать? Я думаю, это мое право – садить картошку или строить дома. Земли здесь до сих пор, я думаю, продаются, потому что люди подъезжают, интересуются, как тут, что тут, что со светом, допустим, будет, какие тут, как ситуация обстоит. И цены уже поднялись по сравнению с тем, что я, допустим, покупал уже почти на 50%. В том, что эти земли продаются, мы убедились сами. Этот межевой план нам вручили в офисе «Горизонта» и предложили подумать над выгодной покупкой. Елена Шелотова, владелица гектара земли в засобке, также по телефону заверила, что строить на ее земельных участках можно. А эти участки являются участками сельхозназначения или они возможно под застройки? Там категория сельхозназначения идет, в кадастровых. Но за это время уже там перевели поддачную. Просто надо пойти переделать кадастровый паспорт в месяц и переделать свидетельство, сдать заново в кадастровых. А кому надо это сделать? Ну, я не хочу это делать. Если кто-то собственник у меня купит, захочет, пусть сделает. Строить там можно танденты. Как мы выяснили в региональном министерстве культуры, отвечающем за сохранность археологического памятника, строительство на этих землях никто не согласовывал. А если бы кто-то и обратился, то получил бы отказ. Это вообще является незаконным. И в отношении министерства культуры Забайкальского края, которое является уполномоченным органом и выдает соответствующее согласование. И поскольку земли сельхозназначения используются под строительство нарушения и градостроительного кодекса, и земельного законодательства. Тем, кто успел построить дом на территории уникального памятника, похоже, придется готовиться к судебным искам. Впрочем, введенные в заблуждение покупатели земли в засобке могут подать в суд на продавца. Елена Ахзанян, Дмитрий Деницев, Сергей Мозор, Вадим Светлаков. Вести. Чита.